Светское общество далёкого от театра войны Петербурга усиленно изображает патриотизм. В салоне Анны Павловны Шерер при наигранном восторге слушателей читается благословение на победу в войне, написанное государю митрополитом Платоном. Первые известия о Бородинском сражении создают в Петербурге впечатление победы, но вскоре приходит вещь, что Кутузов сдал врагу Москву. Александр I посылает главнокомандующему резкий рескрипт, требуя отчётов происшедшим. Умирает жена Пьера Елен, которая так и не выбрала между двумя кандидатами в новые мужья и в последние дни связалась с каким-то итальянским шарлатаном. Александр I принимает присланного Кутузовым с докладом полковника Мишо. Ловкий фразёр Мишо уверяет – вся русская армия боится лишь, чтобы государь не заключил мир с Наполеоном. Александр в ответ театрально изрекает – я лучше отпущу бороду и пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моего дорогого народа. Толстой говорит, что больше всего для победы в эти дни делали люди, которые мало думали и говорили о патриотизме, а просто исполняли свой долг и ближайшие задачи. По глубокому убеждению Льва Николаевича только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. К числу таких полезных людей относился и Николай Ростов, которого незадолго до Бородина отослали из действующей армии в Воронеж для покупки полку лошадей. Он имел успех среди воронежских дам и мало думал о геройстве и подвигах. В Воронеже оказывается и княжна Марья, укрывшаяся здесь от войны у своей тётки Мальвинцевой. Знакомая с матерью Николая-губернаторша, предлагает сосватать за него Марию. Ростов колеблется, он не хочет нарушать своего обещания Соне, но чувствует, что прежняя встреча с княжной Балконской оставила у него сильное впечатление. Марья тоже с трудом заглушила в своей душе сочтённые ею греховными мысли о встреченном в Богучарове Николае. Но теперь их жизненные дороги вновь пересекаются, и в княжне вспыхивают прежние чувства. По приглашению Мальвинцевой Николай приезжает к ней в гости. Встреча здесь усиливает взаимную симпатию между ним и Марьей. В Воронеж приходит известие о Бородинском сражении, о ранении князя Андрея. Ростов получает письмо от матери, где она рассказывает, как Наташа вновь встретилась с Балконским и ухаживает за ним, как сиделка. К Николаю приходит и письмо от Сони. Та пишет, что не перестаёт любить его, но вследствие несчастной потери Ростовом и всего имущества в Москве даёт ему полную свободу на брак с богатой княжной Балконской, которого жаждет графиня-мать. Сони отсылает это письмо в смешанных чувствах. В её душе соединяются искренние самопожертвования и надежды на то, что если Андрей Балконский выздоровеет и женится на Наташе, брак Николая с его сестрой Марьей станет невозможным. Пьера без ухов, арестованного в Москве в мужицком кафтане, французы сажают на гауптвахту с людьми самого низкого звания. Французские офицеры на допросах добиваются признания, что он поджигатель. Пьера отводит к самому маршалу Даву. Этот суровый и жестокий человек тоже клонит к тому, чтобы обвинить его, но один случайный взгляд глаза в глаза склоняет Даву проявить человечность. Пьер чувствует – никто из французов лично не хочет его гибели, однако к ней толкает арестованных машина армейского порядка и склад обстоятельств. Пленных ведут к девичьему монастырю, где пятерых из них расстреливают, как поджигателей. Пьер в ужасе следит за казнью, которую французские солдаты исполняют с отвращением и неохотой. Сам он стоит в строе арестантов шестым и чудом избегает гибели. Пьера отводит в барак военнопленных, где сидят простые солдаты. Ужас расстрела рождает в его душе отчаяние, чувство крушения всего, во что он верил. Его успокаивает сидящий рядом солдат Платон Каратаев. Без тени трагической патетики Пьеру рассказывает Пьеру историю о собственной тяжелой жизни, о том, как он в молодости за малую провинность был сдан в солдаты. Спокойная покорность Каратаева судьбе поражает Безухова. Он ощущает, как разрушенный мир с новой красотой на каких-то новых и незыблемых основах воздвигается в его душе. Уже немолодой Каратаев кажется Пьеру олицетворением всего русского, доброго и круглого. Платон мало задумывается о жизни. Он – пример идеализируемого толстым, доверчивого, бессознательного существования. Речь Платона изобилует мудрыми пословицами. Все события в его рассказах получают характер торжественного благообразия. Пьер осознает, что жизнь Каратаева имеет смысл только как частица целого, которую он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимы и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Узнав от Николая, что ее брат в Ярославле, у Ростовых, княжна Марья, невзирая на опасности военного времени, едет к Андрею вместе с его маленьким сыном Николушкой. В семье Ростовых старая графиня встречает ее с подчеркнутой нежностью, Соня – с затаенной неприязнью, а Наташа, прежде Марье не понравившаяся, становится искренним товарищем, погорю и ближайшим другом. Наташа рассказывает княжне, что два дня назад с Андреем произошла душевная перемена. Он явно не может больше жить. Болконский встречает сестру со странной, жутковатой отрешенностью. Он почти безразличен к Николушке и к вестям о пожаре Москвы. Марья понимает – Андрей ждет скорой смерти, и все земные интересы стали для него безразличными. За два дня до этого Болконский видит сон о том, что в комнату, где он находится, рвется смерть. Он пытается удержать двери, на которые та давит снаружи, но обе половинки широко отворяются. Князь Андрей просыпается, и ему приходит мысль, что смерть – не конец всего, о пробуждении к новой жизни. Свою кончину Болконский ждет теперь с полным спокойствием. Она приходит еще дня через два. Княжна Марья и Наташа присутствуют при его последних минутах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok